так посмотрели это походу чуть-чуть отклонился далее у меня тут попались пять фотографий вот берем шире вы упомянули кустарники упомянули и вот я не виноват значит загибаю пальцы смородина крыжовник живолость прекрасно укореняется а из расти из древовидных даже шелковица укоренять ну еще кое-что для чего это надо да допустим близкий а я вас не спросил федор а во сколько на воды у вас получается нормально чтобы взять воду нужно сделать колодец лучше чем 4 метра иначе воды вообще нету у нас длинная деревня и можно сказать что одна часть деревни да и вправду как вы говорите очень близко к воде там как говорится два и уже все все стоит а другая часть деревни она больше идет ну это нормально не хуже не лучше у меня вы привели пример а еще добавлю свой пример и так лет десять пятнадцать а может двадцать лидером российского садоводства я имею ввиду плотность деревьев на на количество домов и качество плодов лидер всей россии течение десяти пятна всей россии подчеркиваю это не шутки все все эти годы было поселок майна но в этом поселке когда я заработал определенный авторитет мне начали эти люди приглашать 600 пусть повторами на 600 передать за два года по телевидению это что-то значило авторитет огромный фамилия в этом справочнике городском телефон и звонки звонки и я еду майну я заметил две вещи первое массовое уничтожение деревьев своими руками ну то есть искалечил а потом константинович а в чем делаем мы стоим возле дерева искалеченного второе появилось так называемый сейчас скажу как называется вот это сверхлипкий клей клей название лоб лоб тело в общем сверхлипкий клей который был предназначен для мышей и для драганова его использовали бери деревья чтобы избавиться от муравьев защитников на моих глазах приезжают три дома 20-30 деревьев все мертвы это второй момент клея клей лоб клей лоб называется это была мода ну потому что в каждом этом везде стояла купите клей лоб вас не будет муравьев это была вторая и наконец ближе к теме вдруг выясняется люди жалуются то как так вы там рассказываете вещи такие а у нас него что деревья я приезжаю если смотреть из садовольска внизу ближе к реке и этот правый край а там до воды 2-3 метра а люди абрикосы хотят они не знали что это невозможно просто невозможно 2 метра дали какой абрикос а был и полтора и вот эта особенность хорошо я это вы мне подсказали с одной стороны выше горная улица его моё там до воды десятки метров вот так и получается вот вам еще один пример хороший теперь мы будем исходить из того что у вас не обязательно 4 метра вот а еще вы не знаете такое свойство есть такое понятие линзы глиняные линзы то есть человек садится два дерева это общее понятие на их тоже каждого знать садит на расстояние на 5 метров одно превращается в 8 полносящие дерево 2 дохнет и не хочет расти а у него получилась под землей все было рентген ну или хотя бы специалист по благословому заходцы или голокаточек вроде меня тогда можно было бы сказать там действительно 10 метров глубина и да да воды и вода не мешает совершенно дереву расти как хочет потому что воду всегда найдет эти дальше корень до 10 метров углубиться и на глубине вот до воды 10 метров на глубине 2-3-5 метров вода есть это просто состояние это структура почвы она с водой а есть еще целых озера подземные а слой глины а выше не пропускает воду и там или стоит вода или суспензия такая вроде бы нет воды а колодец копает вот и сразу наполняется воды и вот получается что многие не знают про эти линзы и рентгена нет и огромное количество деревьев там где-то казалось бы колодцы ой как глубоко воду забыть все доставать а и не знает что вода то рядом а где набраться лозоходцев вот этот момент хотел отразить и пока пойдем дальше итак я прошу всех кто продает саженцы не шутить с этим делом вот эта фотография это она даже не требует каких-то особых разбирательств идем дальше итак вот эти пять фотографий где бы мы не жили есть великолепный а суда и особенно там где близко кто то есть великолепный способ укоренения и уже можем медь попробуйте вы вырастить с марину крыжовник смородину это жимолосе семечка с первого поколения превращается в дикари а это нас таки дурят а вот этот способ я его не буду комитет вот я просто чтобы ну попался эти симки вот один снимок расселенили второй снимок подробный вот посадка показал вот это даже комментариев не надо еще по железу бутылками и не надо никаких специальных этих самых теплиц специальным отоплением ой специальными этим пропускаю все поехали и наконец от жары укрыть чтобы не сгорел все и это сразу вот это несколько минут и любой из вас найдя у соседа где угодно плоды с огромные плоды этих перечисленных мной вплоть до шелковицы до дерева и вы будете иметь точную копию и без всяких проблем и неважно что вода воды всего лишь метр вот этот момент проходим еще не все сказал дырявую хроной связали сейчас будет нудную лекцию слушать придется до конца смотрите на эту фотографию это абрикос почему он имеет такую форму дело в том что многие советуют так как близкие грудовые воды а мы сейчас обхитрим природу на дно кладем керамзит на дно кладем битый кирпич речной песок добавляет всякого ерунды уже знаете как за одно и удобрение типа муки доломитовой типа в общем я даже будешь дальше говорить кто то сейчас записывать не дай бог лучше забыть а дерево оно не дурадурно знаете как у меня царь заказался вот набитым кирпичи обойдет все равно и найдет трещинга уйдет вниз и опять уйдет на это же 5-10 метров вот то есть эта фотография настолько характерно набитым кирпича вырос вот и все а для меня это пособие ну не научно как преподавательское учебное идем дальше жаль что вы не видите это такая красота вишня корневой отводок а теперь смотрите как я этого добиваюсь естественно что ей уже не страшны и не надо глубоко а кто-то сказал что питер построен на болоте там действительно наверное на большей части считается уже ни черта не вырастет а вот посмотрите видите вишня она не может черешню вырастить привитие все а учреждение знаете какое корнище а если на высоту на 10 метров вылезет она и под землю на 10 залезет а там вода там смерть а я вот эту вишню беру и на ней приводит черешню а у меня вишни этой полно она сама лезет а вот теперь смотрите семечный снимок очень ценный снимок и так мы видим взрослую вишню увидим что метр от нее вылез корневой отводок вот он есть наконец-то вы поняли что это такое да вроде бы у нее не должно быть корневой шейки ведь это же не семечко в итоге корневой шейки это генетически заложенное понятие где на уровне земля-воздух повышенная прочность дерева поэтому мы и живем десятки лет о чем не знают те специалисты что заглубите поглубь и корни выпустят ага на том свете выпустят и вот что получается я беру посреди лета перерубаю и сидеть супа виду не глубоко ну допустим вернемся посмотрим да если обратите внимание вправо вот этот вот здесь обрублено вы здесь и было пуповида дальше он обрастет я еще покажу как обрастет но дальше метра полутора уже не полезет это скалевый додок вот генетически такой ценнейшая фотографии что это что вот это это уже учебная и так начинаем приспосабливаться вот сюда не обязательно его выкапать то есть обрубил вот и даже обрубать не обязательно а за как я делал прямо сюда как можно ниже черешни более рослые чем лишние особенно корневой отводки они сдержаны рост имеют череши может обогнать и на река обводит вы чем ниже пример тем дольше будет дерево держаться на нем десятки лет пример есть моем саду так ну что дальше пойдем и так друзья вот вот это корневой отводки яблони в лесу отсюда сергея выкапывает я ниже покажу и сразу в работу тут же прививка и осенью весной а осенью готовы саживать а что долго как вы думаете 4-5 месяцев все вот дальше идем кое-что пропускаю 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 а слива слива искусственно имеет корневой этот и довольно длинная значит стержневой корень но у нее такое свойство она как-то не так боится воды он какой бы не был длинный но все таки два-три метра дальше не лезет как абрикос как ее родственник а скорее полезет шире дойдет до воды на счет это кончик дохнет а она вширь пойдет это ее шансы это значит мы ее посадим прям под питером вот там где фотографии показывал до воды близко поживет пять десять а может и двадцать лет а мы на ней привел персик а у персика я покажу знаете какой корни а обманем природу персик прям на сливу абрикос привел на сливу вот так видите как здорово иметь в саду это разнообразие тем более тем более смотрите я не буду сейчас отвлекаться пошли корни искусственные вот эти корни это когда палку воткнули обросла искусственными корнями продано было железову сергею название типа вот такие вот пришли вот но они все померли а почему легко догадаться они уже изначально гнилые вот они изначально в общем месяц из крыма вот что мы но это не все обратите внимание это один из этой посылки и моего еще не выслали а он уже был гнилой я показывал крупный план на это на этом на вебинаре а здесь он мне не увеличится картинки но и не надо видно все равно как прекрасно он это сгнил вот это наш уровень это к вопросу будем ли вы выращивать сами вот еще такой же случае аж и тошнит у меня сразу тошнит так вот так смотрим только пока не на девушек отдайте и так привезли известно без земли вот почему потому что это очень сложно но посажены осенью весной они абсолютно как прививки и деревья растут и так и вверх и вниз и корни тоже причем полноценно здесь все качество зависит от двух качеств первое совместимость диких с культурными это я уже проходил раньше раз вот и второе все таки это эндемики эти сибирские яблони это эндемики вот ну и наконец большинство привальщика смотрим дальше еще раз год прошел еще два саженца с крыма жили вот достигли вот этого и наконец окончательно сдохли вот это потому что не думайте покупать я имею ввиду не только Сибирь вот я имею ввиду и Россию тоже вот это качество настолько низко а кстати а вот они значит груши как их называем это уссурийская дико посмотрите на эти корни он их не просто выкопал вот они были густо-густо дальше рассадка потом прививка на коленях или как бывало когда он меня подключал как это сам запасной вариант когда некому было я такие плевал прямо за столом приживаемость от 98 до 100 процентов вот как говорят за базар отвечаю это корень абрикоса шел мимо там как раз они выкопали их вот думаю выбрал конечно какой получше сфотографировал вот это есть самый стержевый корень которого все боятся и надо бояться вот ему нужны просторы ему надо чтобы до воды было хотя бы четыре пять шесть лучше десять метров вот дичайшая засуха которая невообразимо представить весной лето и до зимы и часть зимы с неба ничего не падало кроме двух маленьких дождиков вот именно абрикос перенес достойно урожай дал это был такой урожай его можно было фиксировать как мировые рекорды но толком не зафиксировали фотографии море всех это прям буквально арты развивают видя эти фотографии но официальные рекорды не было но тем не менее так друзья дальше он меня не слышит скорее всего у него кончились могли деньги кончиться что мы сейчас делаем вот я все равно хочу тему абрикосов довести до конца поэтому теперь если он не успеет меня перехватить раньше я сейчас ему сам позвоню так посмотрели на корни абрикосов я убедился что и хотя до воды у меня там где росли часть из них было даже 10 метров у меня холодец видно точно 10 метров и тем не менее хотя вряд ли мои молодые абрикосы которым 4 5 6 в максимум 8 лет вряд ли они достигли 10 метров но чувствовали себя прекрасно значит все таки видимо это не обязательно надо ориентироваться по уровню грунтовых вод скорее всего почва даже в самую дикую гору все равно насыщена влагой вот причем на всем протяжении от метр глубину 2 5 это мои наблюдения так посмотрели на абрикосы сделали выводы так мы еще не закончили еще несколько фотографий прокомментирую а то вы еще может недовольны кто его знает что мне позвонили так посылочные абрикосы посылочные саженцы вот так это говорить про это аж не хочется в прошлый раз вот корни мои пятнышко на месте а почему один оброс весь в этих очень прекрасный перенес перенос потому что корни не дали развалиться кому а соседние вот этот соседний это серец специально мы так смотрим корневой труда как держит ком насколько он удобен для перевозки для продажи видите как я делал вот сейчас вспомнил я ставил такое это продажный распятышку значит продажный значит я ставил его в коробку картонную такого же размера досыпал чтобы коробка была по краям продавал люди ставили в машину привозили а дальше по железу выкапывали такую же квадратную ямку только что помельче чтобы он возвышался этот над уровнем почвы своеобразный комфорт формировался уже поставили добавили земли со всех сторон и вот это все цело только и прямо с этим а он потом со временем этот ящик-то картон изгибает и все идеальный перенос даже ничем не уступает горшечным горшкам вот это я хотел сказать а то что справа видите это серец на нем ни хрена не держится смотрим дальше еще немножко вот это повседневная жизнь вот эти вот я в коробке и ставил вот это я отметил дальше когда земля на яблони обрушилась оказалось что да даже вот это количество корней вот обрубка этого но с землей привезенной с тайги землей фотограф показывал дает возможность прекрасно развиваться саженцем вот этот момент хотел отметить ну а развалилась плохо держится корней совсем мало вот наконец еще покажу это мой персик видите вот видите какой у него с тяжелкой вот одна из причин не только что у него морозостойкость ниже там того же абрикоса на 10-15 градусов не только в этом причина а в том что ему тоже нельзя садить там где близко к житой воды или путь будет вторым этажом на абрикосе на волочной вишне на сливе на терне вот это мой совет вот ну еще что вот это никто чего-нибудь вспомнит и получил человек от самой раскрученной первой в России позорище какое это я высылал вот так отрезал а эта фотография делал учебную вот вот это количество корней я балансировал крону видите и высылал я знаю что у людей ни один не погиб вот этот момент отметим так сейчас еще немного и будем заканчивать а вот это ценнейшая фотография это сениц моей груши мощный корень стержневой мощный корень для того чтобы питаться это пищевой а нижний это питьевой вот тут по моему есть никаких этих университетов не кончал но это настолько все что я говорю настолько очевидно что достаточно природой пообщаться еще что так еще что еще что еще что слива видите вот тут вот он его это слива вот это вот есть пуповина она была отрублена так и нам через полгода через год вполне приличные корни и не глубокие метр полтора дальше не лезут это как раз для Оренградской области вот еще немножко и закончим вот вот эта фотография моя любимая я за этим деревом наблюдал много лет эта эрозия почвы привела вот к этому зато как бы весь скелет на лицо и выше почвы и ниже великолепная вещь для учебников которые я создаю на которые никого не нужны о! вот это важнейший момент итак если брать семечко именно сибирки из тайги семечко вот оно какое вырастает и но именно они вытыкаясь в воду прекращает рост и раздаются в ноги то есть у них появляются ноги в метре в двух вот например ног вот эта фотография смотрите это вишня степная посмотрите люди не стали с ней заниматься посадили одну саженец вот во что он превратился и они не обижаются на варенье пойдет пойдет кислое кислое вот морщится но едят ну что делать посмотрите что такое корневые отводки если ими не заниматься специально вот то же самое и у яблок а вот вишня вот видите корневой отводок какой он был отрублен мной от мапки и теперь можно приливать на них черешню а можно вишню я же привозил с Украины вишню такую вкусную что многие предпочитают говорить вкуснее черешни а почему она с сахаром кислинкой придает шарм вот это пожалуйста это ценнейшая вещь вот тут то для городской области она все должна быть в этих вишнях причем я уже уточняю не только вишнях но и в черешнях где-то можно попробовать персики которые видели тоже плохо и наконец можно выращивать ту же вишню вот но уже культурную прививая вот на эту вот ну наконец еще на второй год слива это мое вот буквально на второй год и она заметили вниз не пошла нет и вот она получается ну корней то сколько посмотрите какое будущее а вниз не пошла вот это слива для вас это китайское слива запоминайте ну еще и вот это у меня растыдно долго говорю еще и вот это не показывал вишня стержневая вот она какая вот так вот и так же упрется в воду помрет не помрет но вокруг все будет вишней вот как там где девочка помните где вот это вот так а уже 8 месяцев ничего не видя я представляю как повесило хи 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 вот а вот это учеба это ко мне приезжали ков земли я тут же учил человека прививать он ставил эти в эти картонные коробки и вывезли домой и говорил все прекрасно приживется хотя между нами было тысячи километров очень удобно и учеба и сразу материал готовый а потом она же даст отводки так еще не все сказал значит рыночные саренцы так у них очень мало корней вот обратите внимание сколько здесь допустим их 10-15 да вот в этом вы представляете количество корней поделить на 15 считаете что там ни хрена их и нету а для чего это делают чтобы было компактно для перевозки через границу через тысячи километров в среднюю Азию видите какие красоты вот здесь все почки ослеплены потому что мы предложим россиянам пусть два года но мы предложим мощные осаженцы что им нужны корни об этом россияне не знают или знать не хотят вот а потом все это гибнет гибнет из того что у них была стойкасть минус 20 но и не только из-за этого еще и корни нет тут хотя бы что-то ниже бы вылезли что-то и по над землей ниже уровня снега что-то бы выросло может даже плоды бы попробовали нет вот в таком виде посадят прощай дерево вот еще это те самые я их называю злосчастные колонны в данном случае я вонюх видите написано валюта я два таких купил по 500 рублей прошло 15 лет было два урожая первый урожай два штуки год на третий и где-то я показывал кино где-то на 11-12 год еще два плода было упрямые не умирают но это их урожай это их средний урожай кстати итак дело в том что они вроде бы выглядят чем они привиты на те самые клоновые подвои которые палка воткнули образца коленны а к нему привили вот этого причем и клоновые подвои это сдержанный рост это значит для вас но другое дело что они ни хрена не дают те огромные урожаи которые это у нас все все уши вообще у всей страны все равно это никто ничего не дает не бывает такого что площадь листьев определяет предельный урожай не за один год а средний за несколько лет это значит никаких чудес то что это я сказал Железово никто до меня ни разу не сказал но это один из моих постулатов главных площадь листьев определяет урожай площадь листьев казалось бы ну кто спорить то будет это же элементарно но ведь обещают же эти дикие урожаи это там листьев почти нет посчитайте количество почек сколько тут и вот получается следующее вроде бы и для вас там где там метр до воды казалось бы да а все равно я называю это деньги на ветер так водка без пива нет водка без пива деньги на ветер и вот эти клоновые подмои еще быстрее деньги на ветер там хоть напишется а тут вообще ничего вот смотрим дальше еще круче пример вот видите вот вот и весь этот вот значит сперва это для у меня есть фотографии учебные калечил деревья специально и так обрубил показал что на самом то деле в в росте дерева участвует его мама вот наверное тут потолще мама была справа а этот вырос а потом еще видите следующий вот обрублен еще один еще один вот это примерно так же как вот здесь вот у девочки вот я это наша девочка сейчас еще раз вот такое вот чудо получается это значит обрубим обращать корнями они вот так вот самотеком тогда можно использовать эти деревья как самостоятельную боевую единицу так ну что оказалось показать все ребята это у меня самый маленький из всех папок вот тема была только одна